Метро идет в Некрасовку. Новая Кожуховская линия будет включать 8 станций, и Некрасовка станет на ней конечной. Сейчас там заканчивается отделка, идет монтаж оборудования и инженерных систем. Строители готовят кассовые павильоны. Эскалаторы на месте, но пока они спрятаны от пыли и грязи. Скоро начнется их тестирование. На станции метро Некрасовка уже уложен гранит. Освещение полностью готово. Осталось смонтировать видеокамеры и громкоговорители. Всего будет два вестибюля. Один выход в подземный переход под проспектом Защитников Москвы, второй на Рождественскую и Покровскую улицы. В отделке станции используют металлокерамические панели. Сейчас строители заканчивают их монтаж. Станцию строят на глубине 16 метров. Ежедневно Некрасовка будет обслуживать 190 тысяч человек. Мы сейчас находимся в левом перегонном тоннеле станции метро Некрасовка. В настоящий момент активно ведутся отделочные работы, монтаж электрооборудования. По левому и правому перегонному тоннелю полностью уже готовы верхние строения пути до станции Лухмановска. Какие были сложности при строительстве станции метро Некрасовка? Основная сложность это то, что Кожухская линия проходит в плотной городской застройке. То есть уже в сложившихся кварталах мы прокладываем новую ветку. Значит, большая работа была проделана по подготовке территории. Это вынос инженерных коммуникаций. Она заняла достаточно количества времени, но с ней мы, так сказать, благополучно справились. Все станции Кожуховской линии сейчас находятся в разной степени готовности. После ввода новой линии фиолетовая Таганско-Краснопресненская ветка станет значительно свободнее. Кожуховскую линию планируют ввести до конца 2018 года. Ольга Зиневич, Александр Хмеликов, Строймосру.